Субтитры делал DimaTorzok Это сейчас все так говорят. Ну, посмотри на молодежь. И действительно, официант говорил просто точно так же, как говорит, наверное, практически каждый третий наш с вами соотечественник. Ну, наверное, вы тоже привыкли слышать примерно вот такую речь. Зачем говорить членораздельно, если, в принципе, все совершенно понятно и так. Я же совершенно могу произносить абсолютно все слова, совершенно не открывая рта. Зачем мучиться, напрягать свои челюсти, свои мускулы, напрягать свой рот, если достаточно все понятно и артикулировано, и совершенно слышно все, что я говорю, при таком вот совершеннейшем неоткрытии моего рта. Бывает такое, правда? Невнятная речь. Речь, при которой мы не артикулируем звуки, не открываем рот, не удосуживаем себя произнести слова отчетливо. Доцент филологического факультета МГУ Елена Андреевна Брызгунова в течение многих лет собирает примеры такой вот невнятной речи. Вот несколько из ее коллекции. Раздалась очередь томатов. На самом деле, раздалась очередь из автоматов. Страна ходящего солнца. Ну, конечно же, это Япония, страна восходящего солнца, только вот это воз постоянно проглатывается. Это вызывает двери. На самом деле, двери никуда никому не вызывает, а всего на все мы хотели сказать, это вызывает доверие. Ну и, наконец, комические проблемы. На самом деле, экономические проблемы. Интересно, что особенно часто такую невнятную речь можно услышать на православном радио. Очевидно, среди верующих считается особой добродетелью говорить, не открывая рта. Даже от ведущих нередко можно услышать что-то вроде «Батюшка, благословите, тут вот непонятно, как в этой ситуации поступить. Искушение это или не искушение?» Действительно, святитель Дмитрий Ростовский, обращаясь к монашествующим, говорил о том, что надо смеяться или улыбаться, не осклабить. Но про то, что говорить надо, вот так вот не открывая рта, пожалуй, никто ничего не писал. А вот святитель Григорий Низкий писал о том, что членораздельная речь как раз дар человеку, который отличает его от животного мира. Человеку даны руки и, следовательно, его рот свободен для внятной и членораздельной речи. «Если бы у тела не было рук, пишет святитель Григорий, как бы образовался у него членораздельный звук, когда устройство рта не было бы приспособлено к потребности произношения?» Без сомнения, необходимо было бы человеку или блеять, или мычать, или лаять, или ржать, или реветь подобно валам и ослам, или издавать какое-либо зверское рыкание. А теперь, когда человеку дана рука, уста свободны для служения слову. Какие изумительные слова, уста свободны для служения звуку. Наверное, об этом всем нам надо помнить, когда мы начинаем любой наш разговор. Членораздельный звук, внятное, ясное произнесенное слово – это в первую очередь наше уважение к собеседнику, чтобы каждое слово, каждый звук были произнесены внятно, отчетливо, членораздельно, без путаницы и без различных осложнений понимания. Продолжение следует...